приветствую канале это темка небольшая такая про вавилон а есть неправильное мнение относительно вавилона что вавилон это обозначает типа я разделение люди не понимают то что еще он везде говорил разделение принес разделение я принес не меч я принес не мир разделение я принес меч чтобы разделить разделить разделение вот и вот в 11 главе книги бытия рассказывается про рассеяние людей давай внимательно с тобой сейчас прочитаем это во всем мире был один язык и одно наречие двигаясь к востоку один язык одно наречие двигаясь к востоку люди вышли на равнину шинари поселились там они сказали друг другу давайте сделаем кирпичи обожжем их получше кирпичи у них были вместо камня и смола вместо известкового раствора потом они сказали давайте построим себе город с башней до небес чтобы прославить свое имя и не рассеяться по всей земле вообще как бы не надо пытаться смотреть на то что вот они решили прославить своими якобы и не рассеяться по всей земле вот это вот является ключевым фактом господь сошел посмотреть на город и башню который строили люди сказал все люди один народ не сказал тут не говорил они решили прославиться дело вообще не в этом я не буду пытаться сейчас говорить правильно это неправильно прославляться это еще сказал проставляющих меня прославлю так что это нормально все люди один народ говорит господа и у них один язык и вот они и затеяли такое теперь не будет ничего для них теперь теперь не будет для них ничего невозможного сойдем же и смешаем их язык чтобы они перестали понимать друг друга для чего ключевым моментом является то что люди что сказали да давайте там построим и все такое и вот даже говорится это 4 стига и не рассеяться по всей чтобы прославить свое имя и не рассеяться по всей земли то есть а люди абсолютно этот город и башню строили с целью не рассеяться они не собирались рассеиваться вот сойдем же и смешаем им язык чтобы они перестали понимать друг друга а мое представление об этом не то чтобы это новые языки появились так как бы они не стали понимать друг но это мое представление может быть я и не прав и и господь рассеял их оттуда по всему муравьи тут у меня вот по всему свету и они стали и они перестали строить тот город вот почему он был назван вавилон ведь господь смешал там язык всего мира оттуда господь рассеял их по лицу всей земли опять же вот переводчик решил на свой лад вавилон назвали ну не буду по моему мнению что все таки вавилон это означает объединение наций в одну нацию и мне видится что никогда этого не произойдет как только люди решают объединяться но при этом их объединение несет в себе убийственный характер в этом нет созидание в этом нет любви в этом нет бога да то соответственно это всегда будет при на но всегда туда будет приходить вот это вот разделение бог не терпит смешение того чего не должно быть смешано это все равно что взять разных животных скажем свинью и корову и пытаться их объединить в какое-то одно и что из этого выйдет это это не есть хорошо корову должна оставаться коровами а свиньи свиньями так же и у людей разные народы разные традиции разный взгляд на жизнь и один народ не должен смешиваться с другим народом то есть это не обязательно того что якобы браки там должны и не должны я об этом не пытаюсь сказать я не знаю как должно быть но как мне видится что есть разные люди с разным представлением о жизни так скажем и это не должно смешиваться то есть либо люди должны принять позицию и поменяться и поменяться да представлениях трансформироваться так скажем либо не должны смешиваться потому что смешение это всегда не есть хорошо посмотри в природе а если естественным образом все происходит то яблони никогда не становятся сливы хотя люди могут пытаться привить там но фактически оно никогда не смешивается то есть никакие растения вот есть пшеница а есть там овес оно никогда не смешивается то есть оно должно все оставаться своим поэтому в этом мире кто и приносит разделение это бог и приносит он разделение потому что если дать людям возможность быть единым единой нацией единым народом то фактически это скорее всего путь в к самоуничтожению это путь к деградации это не говорит о том что люди не могут общаться друг с другом это говорит о том что смешиваться они не должны не должно быть смешения к примеру ты же не можешь пить сахар смешивать ну это только в пироги может быть но к примеру если ты пьешь кофе или чай ты не ложишь одновременно и сахар и соль то есть у тебя сахар в одном месте соль в другом месте и ты их не смешиваешь по одной простой причине это неправильно это не есть хорошо смешав соль с сахаром были такие случаи когда случайно да ты выкидываешь это потом в рахло оно абсолютно становится негодным поэтому нельзя смешивать то что бог разделяет и я не знаю наверное господь делает единым да но делает единым скорее всего только только лишь свое тело и то в теле в теле пальцы рук не смешиваются с пальцами ног голова она не смешивается с руками и каждый орган он отличается оно ничего не смешивается все разделено но в совокупности работает как единый организм возьми автомобиль каждый агрегат в нем это отдельная функция и она отделена от абсолютно другой карбюратор двигатель двигатель поршня но у людей привычка соединить это все и сделать такое абсолютно ну и как бы условно говоря на самом деле никто так не пытается делать вот как бы вот про вавилон что они хотели сделать поэтому господь просто сошел и увидел что люди с таким потенциалом просто превратятся в определенное нехорошее неправильное месиво дело в том что часто люди не понимают бога им кажется что бог он очень злой очень злой и он всех хочет наказывать на самом деле люди скорее всего наказываются из-за того что выбирают ну отвергают бога и пытаются отвергну всевышнего да идти своим путем это не говорит о том что бог приходит и их как бы обязательно наказывать не всегда так не буду я я не говорю сейчас именно конкретно вот именно так бог всегда только и поступает это наверное отдельный какой-то случай как из многих других вот те кто поверили писание об этом сказано что вот так возлюбил бог мир дабы всякий верующий в него не погиб но имел имел жизнь вечную дабы всякий верующий в него не погиб но имел вечную жизнь то есть а а те которые поверят бог не собирается наказывать да хотя может наказать но не для того чтобы лишить жизни а наоборот если это необходимо но фактически фактически а зачем проходить крестную смерть зачем проходить крест а если ты собираешься наказывать продолжать наказывать то есть нету в этом логике то есть бог став человеком на голгофском кресте умирает в мучениях для того чтобы человека избавить от наказания вечного вечного отделения от себя наоборот потому что нужно осознать что невозможно самому самому по себе добиться святости праведности чистоты жизнь она не дана для того чтобы человек стал хорошим сам по себе жизнь дана для того чтобы человек осознал первое что нужно осознать что бог не собирается тебя наказывать он он претерпел наказание для того чтобы не наказывать хотя если ты наказан это говорит о том что бог пытается тебя привлечь к себе чтобы доказать тебе что он хорош потому что это когда дети между собою я не говорю про божьих детей я говорю про обыкновенных детей между собою начинают проявлять несправедливость то приходится их тормозить и какое то проявлять наказание чтобы они поняли что нельзя друг другу относиться плохо для этого ну как бы вот так вот хотелось такими вещами немножко поделиться наверное все на этом все хорошие